здорово история следующая хочу поговорить с особо стеснительными как они себя называют значит что происходит у меня на тренинге практика часто приходят люди особенно те которые скажем так более старшие взрослые по возрасту которые ну прям вот как они про себя говорят я просто стеснительный то есть как бы это вообще какой-то странный эпитет странный диагноз которым вы многие из вас себя награждаете да непонятно зачем и очень обидно наблюдать когда например приходит как я уже кто-то где-то сто раз говорил да то есть какой достойный мужчина взрослые там 40 с плюсом какой нибудь адвокат там или юрист или предприниматель ну то есть какой-то этом владелец фирмы где он очень довольно таки жестко себя ведет со своими подчиненными но когда он подходит общаться с женщинами ему туда пришел для того чтобы найти себе какую-то спутницу жизни назовем это так его просто размазывает то есть он превращается в розовую розовую пироженку в зефирку в облачко то есть и вот этот вот здоровенный мужичара подходит аж вот прям вот аж готов просто расплыться там в каком-то зефирном порыве то есть это очень обидно и глупо смотрится тем более особенно потому что они это не контролируют у них как бы на автомате это включается есть осталось так вот так вот ножкой начать водить и в чем мы чем удобен на групповой формат например да то есть почему у меня есть возможность им помочь потому что в группе как правило разные типажи людей кто-то более стеснительный как он говорит кто-то более уверенный кто-то более дерзкий кого-то наоборот надо смягчать то есть у тебя есть уникальная возможность посмотреть на человека другого который является твоим антиподом и понаблюдать за ним может быть даже с ним пойти куда-то потусить в парах то есть если будет такое задание в общем и оттуда увидеть какой-то новый опыт получить этот новый опыт и в общем к чему я для того кто считает себя вот особо-особо стеснительным ребята значит смотрите что если я вам скажу что стеснительный это всего лишь одна из ваших самых привычных субличности то есть это ваших частей как ваша личность она многогранна в одной ситуации вы жесткий и требовательный в другой ситуации вы какой-то вальяжный и наглый в третьей ситуации вы спокойный в четвертой ситуации вы романтичный стеснительный мягкий и так далее но как я уже сто раз говорил да что почему-то подходя к женщинам у вас включается на автомате вот это вот у некоторых особенно моих любимых старперов и динозавров вот это вот стеснительность да вот это стесняшка то есть еще раз задумайтесь это не диагноз это не вы такие потому что вы в разных ситуациях можете быть разными это все дело в том что это всего лишь наиболее привычная ключевое слово ваша часть ваша субличность на последнем потоке была история значит был такой человек по имени максим если виши это видео макси теперь да огромнейший привет надеюсь что у тебя прям все поменялось и все сильно задвигалась да значит он очень такой был скино но не совсем уж прям в такой в великовозраст и ну такой допустим человек там около там 30 вот и он очень такой скромный вот стеснительный значит и когда мы предложили максу сесть вот так вот положив руки на людей которые сидят рядом здесь на на стульях вот так вот развалиться да то есть немножечко повыпендриваться ему было жутко некомфортно мы предложили просто притвориться поиграть изобразить из себя не стеснительного а такого противоположного такого вальяжного вульгарного типа вот и когда он это начал делать его у него включилась сильнейшее сопротивление даже от того что его попросили сделать это в зале для меня это ну как бы хорошая диагностика то есть я понимаю о чем и макс сказал что как же он сказал он говорит в общем то есть он так сидеть нельзя хотя ничего такого не было что если бы он сел вот так разварившись это ибо он как он сказал выпендрешь то есть это очень как бы неприемлемо и так далее то есть и это очень показательно как же у некоторых людей ну как бы сильно насрано в детстве с детства в голове да то есть и у меня также было каких-то других моих знакомых учеников иногда настолько сильно вам все в голову засирают с самого детства что для вас какие-то элементарные вещи там просто радоваться жизни просто быть уверенным просто быть в хорошем самом позитивном слове смысле слова наглым самым позитивным слой смысле это кажется чем-то сверхъестественным ребята и это если вы ловите себя на таких вот мыслях что вам это кажется тоже каким-то неприличным чем-то еще вам обязательно нужно с этим что-то делать с чем связана ваша самооценка да с любовью к себе с уверенностью и уверенность связана с самооценкой то есть все перемешанные вот эта стесняшка это на самом деле идет оттуда отчасти значит вы можете сделать следующее упражнение то есть вы должны найти я об этом уже писал в своей книжке mk1 которую вы можете заказать сейчас в читай городе по моему да ищите там если кто-то не считал то есть я уже об этом писал что есть такое упражнение допустим да то есть вы представляете себе какой-то антипод вас например у вас есть какой-то друган или товарищ или коллега по работе который такой достаточно уверенный дерзкий наглый и так далее то есть и вы собираете на нем информацию смотрите как он ест как он пьет как он ходит как он сидит тогда как он вообще живет и например в следующий день прямо с утра до ночи ставить себе какие-то напоминания в iphone там или куда-то еще крестик чтобы не забыть там регулярно об этом вспоминать вы по станиславскому играете этого человека то есть вы пытаетесь вжиться в его роль не изобразить а прямо просыпаетесь с утра и думаете как он встает с кровати допустим там сережа зовут какой-нибудь как он там чистит зубы как он разговаривает с людьми как он общается с коллегами как он ест как он общается с девушками то есть если у вас получится это реализовать это такой некий тест драйв если у вас получится целый день так прожить вы просто загляните за свою стеснительность что будет во первых у вас будет жесткое сопротивление у вас будет сильно колбасить в некоторых моментах если вы будете честно это выполнять во вторых вы загляните за свою грань стесняшки поймете что оказывается стесняшка не всегда выгодно и всегда полезно и это ребята не значит что у вас нет других субличности да или то что они вам чужды что вы не можете быть уверенным не можете быть наглым не можете быть раскованным это значит что вам это просто надо натренировать просто по каким-то внутренним причинам стесняшка оказался выгоднее для вас поэтому вы в нем все чаще и чаще пребываете я имею ввиду особенно женщины что если еще задать такой вопрос тебе то есть подумай над тем какие скрытые выгоды именно скрытые выгоды могут быть в твоей стесняшки в твоем состоянии зефир наверняка ты их найдешь то есть и когда ты даже невольно активизирует в себе эту эту зефирку это для чего-то происходит и когда ты сядешь и задумаешься задумаешься для чего почему зачем мне это нужно для чего мне это выгодно это тоже поможет тебе решить вопрос но конечно лучше всего сделать такой тест-драйв заглянуть за эту стеснительность понять что я могу быть только не патологически стеснительным а нормальным адекватным человеком это прийти на тренинг практика со 2 по 5 апреля в москве записаться по этой ссылке под видео и мы там с тобой вместе будем избавлять тебя от синдрома зефирки особенно это касается моих престарелых старых друзей которые еще помнят юрский период возможно еще даже миловой и мезозойскую эру я вас жду уважаемые динозавры будем искать вам жену пора уже особенно тем кому за 40 лет пора уже заняться личной жизнью все давай